Здравствуйте! Сейчас я вам прочитаю рассказ из книги Виктора Драгунского, который называется «Одна капля убивает лошадь». Когда папа заболел, пришёл доктор и сказал «Ничего особенного, маленькая простуда, но я вам советую бросить курить, у вас в сердце лёгкий шумок». И когда он ушёл, мама сказала «Как это всё-таки глупо, доводить себя до болезни этими проклятыми папиросами, ты ещё такой молодой, а вот уже в сердце у тебя шумы и хрипы». «Ну-ну», — сказал папа, — «ты преувеличиваешь, у меня нет никаких особенных шумов, а тем более хрипов, есть всего-навсего один маленький шумишка, это не в счёт». «Нет в счёт», — воскликнула мама, — «тебе, конечно, нужен не шумишка, тебя бы больше устроили скрип, ляск и скрежет, я тебя знаю». «Во всяком случае, мне не нужен звук пилы», — перебил её папа. «Я тебя не пилю», — мама даже покраснела, — «но пойми ты, это действительно вредно, ведь ты же знаешь, что одна капля папиросного яда убивает здоровую лошадь». «Вот так раз я посмотрел на папу. Он был большой, спору нет, но всё-таки поменьше лошади. Он был побольше меня или мамы, но, как ни верти, он был поменьше лошади и даже самой захудалой коровы. Корова бы никогда не поместилась на нашем диване, а папа помещался свободно. «Я очень испугался, я никак не хотел, чтобы его убивала такая капля яда. Не хотел я этого никак и ни за что. От этих мыслей я долго не мог заснуть. Так долго, что не заметил, как всё-таки заснул. А в субботу папа выздоровел, и к нам пришли гости. Пришёл дядя Юра с тётей Катей, Борис Михайлович и тётя Тамара. Все пришли и стали вести себя очень прилично. А тётя Тамара, как только вошла, так вся завертелась и затрещала, и выселась пить чай рядом с папой. За столом она стала окружать папу заботой и вниманием, спрашивала, удобно ли ему сидеть, не дует ли из окна. И в конце концов до того накружилась и назаботилась, что всыпала ему в чай три ложки сахара. Папа размешал сахар, хлебнул и сморщился. — Я уже один раз положила сахар в этот стакан, — сказала мама, и глаза у неё стали зелёные, как крыжовник. А тётя Тамара расхохоталась во всё горло. Она хохотала, как будто кто-то под столом кусал её за пятки. А папа отодвинул под переслащённый чай в сторону. Тогда тётя Тамара вынула из сумочки тоненький портсигарчик и подарила его папе. — Это вам утешение за испорченный чай, — сказала она. Каждый раз закуривая папируцку, вы будете вспоминать эту смешную историю и её виновницу. Я ужасно разозлился на неё за это. Зачем она напоминает папе про курение, раз он за время болезни уже почти совсем отвык. Ведь одна капля курильного яда убивает лошадь, а она напоминает. Я сказал, — Вы дура, тётя Тамара, чтоб вы лопнули. И вообще вон из моего дома, чтобы ноги вашей толстой больше здесь не было. Я сказал это про себя в мыслях, так что никто ничего не понял. А папа взял портсигарчик и повертел его в руках. — Спасибо, Тамара Сергеевна, — сказал папа. — Я очень тронут, но сюда не войдёт ни одна моя папироска. Портсигар такой маленький, а я курю козбек. Впрочем, тут папа взглянул на меня. — Ну-ка, Денис, — сказал он, — вместо того, чтобы выдувать третий стакан чаю на ночь, пойди к письменному столу, возьми там коробку козбека и укороти папироски. Обрежь так, чтобы они влезли в портсигар. Ножницы в соседнем ящике. Я пошёл к столу, нашёл папиросы и ножницы, примерил портсигар и сделал всё, как он велел. А потом отнёс полный портсигарчик папе. Папа открыл портсигарчик, посмотрел на мою работу, потом на меня и весело рассмеялся. — Полюбуйтесь-ка, что сделал мой сообразительный сын! Тут все гости стали наперебой выхватывать друг у друга портсигарчик и оглушительно хохотать. Особенно старалась, конечно, тётя Тамара. Когда она перестала смеяться, она согнула руку и костяшками пальцев постучала по моей голове. — Как же это ты догадался оставить целыми картонные мундштуки и почти весь табак отрезать? Ведь курит-то именно табак, а ты его отрезал. — Да что у тебя в голове, песок или опилки? — я сказал. — Это у тебя в голове опилки, Тамарище, семипудовые? — Сказал я, конечно, в мыслях про себя. А то бы меня мама заругала. Она и так смотрела на меня, что-то уж чересчур пристально. — Ну-ка, иди сюда, — мама взяла меня за подбородок. — Посмотри-ка мне в глаза. Я стал смотреть в мамины глаза и почувствовала, что у меня щёки стали красные, как флаги. — Ты это сделал нарочно? — спросила мама. — Да, — сказал я, — я это сделал нарочно. — Тогда выйди из комнаты, — сказал папа, — а то у меня руки чешутся. Видно, папа ничего не понял, но я не стал ему объяснять и вышел из комнаты. Шутка ли? Одна капля убивает лошадь. Вот и всё. Спасибо.